Около половины французских поездов не выйдут сегодня на линии. В стране не прекращаются акции протеста против проекта нового трудового кодекса. К железнодорожникам и уже давно бастующим рабочим нефтеперерабатывающих заводов готовы присоединиться пилоты Air France, авиадиспетчеры и сотрудники парижского общественного транспорта. Однако от затянувшихся акций протеста начинают уставать даже привычные к этому французы. Я их понимаю, без вопросов, их требования оправданы, но проблема в том, что это продолжается уже очень долго. Я отказываюсь их понимать, ведь есть и те, у кого условия куда хуже, у кого нет никаких льгот. Представители профсоюзов называют причиной столь массовых акций то, что правительство вообще никак не реагирует на требования трудящихся. В одном из пригородов Парижа активисты заблокировали крупнейший в регионе комплекс по переработке мусора и не пускают туда грузовики с отходами. Господин Мануэль Вальс имеет извращенное представление о социальном диалоге, поэтому сегодня мы решили занять более активную позицию и усилить давление. Однако накануне футбольного чемпионата Европы французское руководство в избежании хаоса заявило о готовности принять некоторые меры, к примеру, повысить зарплату учителям и увеличить государственное участие в реорганизации железных дорог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!